Так, всё, у нас началась запись, и скажу буквально пару слов, и начнём. Значит, Игорь, я приветствую тебя, очень рада видеть, у нас уже, я не знаю, который по счёту наш совместный вебинар. Я сразу хочу предупредить, чтобы ты не смущался, что у нас в онлайн будет мало участников. На самом деле в этом марафоне 90 участников, марафон идёт у нас, короче, уже месяц, вот, это был такой месяц подготовки, мы занимались питанием, сейчас мы хотим быть более приближенными к фазе очищения организма, потому что, поэтому встал вопрос о глине, и несмотря на то, что у нас онлайн будет мало участников, ничего страшного, всё равно все будут смотреть это в записи, и кроме того, я планирую эту запись ещё и куда-нибудь в открытый доступ на другие площадки, потому что хочу, чтобы как можно больше людей ещё раз послушали про глину. Хотя у нас с тобой уже были неоднократные эти эфиры, но повторение мать-учения, я знаю, что всё у них забывается, а потом приходят же новенькие люди. И это такой продукт, о котором нельзя сказать один раз и замолчать. О нём нужно напоминать, потому что возникают, наверное, и новые ещё какие-то вопросы, и новые люди, поэтому будем всё снова реанимировать. Здесь есть люди, которые, наверное, вообще ещё пока ничего не слышали про глину. Поэтому начнём с самого начала, вот с самых основ. Что такое белая пищевая глина, с чем её едят, откуда она взялась, для чего она нужна, что она делает в организме. Я предоставляю тебе слово сегодня. Отлично. Да, я благодарю за микрофон. Всех приветствую ещё раз, дорогие друзья, слушатели, зрители. Сегодня я хочу рассказать, поделиться с вами информацией о пищевой глине, высокой степени очистки. На самом деле, как Байя уже сказала, мы неоднократно с ней встречались. И, как показывает сегодня практика, очень многие дорогие детокс-продукты, которые начали выпускать на рынок за последний год, тоже начали использовать пищевую глину. Многие тренера, эксперты, кто занимается тоже этой темой, начали использовать. Почему, да, то есть не просто так. Потому что сами свойства природной глины, да, вот так выглядит небольшой пакетик, кстати, сразу покажу. Потом тоже, если надо, покажу, как вот она размешивается с водой. Начнём, вот я так понимаю, что могут быть даже те люди, которые никогда не пробовали глину, да, немножко буквально для меня тоже, да, потому что вот буквально недавно тоже я проводил, скажем, не эфир, а больше мастер-класс по глине на одном из фестивалей. И люди спрашивают, как её, что вообще можно внутрь, что ли? Я говорю, конечно, не только можно, но и нужно. А как, разве, вот насколько она там, вдруг она где-то застрянет там, или там какой-то песок будет откладываться, ещё что-то. Или вот сразу просто расскажу, чтобы вот для тех людей, кто не сталкивался никогда, и развеять вот эти мифы, какие-то сомнения, да, то есть потому что в детстве нам действительно говорили, да, там, не трогай землю, нельзя в рот землю, а то там чего-то, не знаю о чём, но на самом деле, что-то конкретно не говорили. Вот, но если мы посмотрим на научный трактат, допустим, авиацена, по которому до сих пор в медицинских университетах преподают, да, у него, его трактат, канон медицинской вот этой всей науки, да, изобилиют рецептами именно с глиной. То есть уже более тысячи лет официально пользуются глиной. Это уже, если не брать то, что наши бабушки, дедушки из поколевников лечились глиной, да, то есть во время воин использовалась глина для дезинфекции, да, то есть прямо заставляли солдат глину, потому что были такие антисанитарные условия, то есть именно благодаря, в общем-то, вообще спасались люди, да, то есть плюс взять на сегодняшний день, допустим, да, до сих пор в государственных аптеках, я специально проверял его, по крайней мере, в Москве, даже в некоторых инфекционных аптеках, глину белую до сих пор по рецепту делают рецепты, да, то есть для лечения различных болезней, да. То же самое взять мекту, да, это тоже белая глина, в которую просто добавили всяких химических ароматизаторов, чтобы она типа была, и назвали ее шмектой, да, но на самом деле это тоже. Вот, итак, почему же она так популярна, особенно в нашей теме очищения организма? Дело в том, что в отличие от других сорбентов, глина не выводит все подряд из организма, да, вот, как вы знаете, есть множество разных сорбентов аптечных, они очень, в принципе, неплохие тоже продукты, но их нельзя использовать долгосрочно. Два-три дня, допустим, да, вот при отравлениях классно. Ну, если вот мы говорим о том, чтобы, допустим, использовать для очищения, особенно там, если условное голодание, допустим, да, или какие-нибудь еще другие чистки, да, вот, то глина, она как раз способствует мягкому очищению организма, да, от шлаков, в первую очередь от шлаков и от токсинов. Дело в том, что, как мы сами с вами знаем, да, то есть в нас попадают различные продукты питания, такие, как воздух, вода и пища твердая, да, вот, и вместе с ней неизбежно вот в сегодняшней экологии попадают и различные загрязнения, вот. Если их не вводить каким-то хотя бы способом, да, вот, то они чаще всего там остаются, вот. И, соответственно, второй вид загрязнения – это когда идет самоинтоксикация, то есть мы, допустим, съели какую-то продукцию, правильно, то есть она не усвоилась. Когда она не усвоилась, получились шлаки, недопереваренная пища, да, и создаются новые яды, вот. И их тоже очень важно вводить, потому что иначе они, во-первых, запрещают организм, и, во-вторых, этим они создают благоприятную следу для паразитов. А когда уже появляются паразиты, то это вообще уже следующая еще такая непростная задача, да, как их вводить. Глиня, она одновременно, то есть в чем ее фишка, да, она одновременно делает сразу несколько важных вещей в организме. Когда мы ее пропиваем, она как транспорт, такой умный транспорт, она заходит в нас, она мелкодисперсная, поэтому она просачивается сквозь ткани организма, да, забирает, с одной стороны, она отдает себя, то, что она внесла в организм, ценные и полезные микроэлементы, такие, в первую очередь, как кремний, кальций, магний, ну, разные там есть, на самом деле, целый список микроэлементов, потом, если надо, мы можем выдержать, нам тоже почитать списочек, да, и когда она отдает организму эти микроэлементы ценные, она параллельно, как магнит, начинает на себя привлекать всю дневностную среду, которая есть в организме. То есть она на себя забирает токсины, шлаки, а также все паразиты, такие, в первую очередь, как грибы и патогенная микрофлора, они тоже имеют другой заряд, нежели глины. Именно поэтому глина их примагничивает к себе, то есть не убивает, да, то есть вот в отличие от многих антипаразитальных программ, которые, скажем, нацелены на убиение паразитов, да, вот здесь именно как раз идет вот, именно вот эта штучка очень хитрая, она их на себя, скажем, притягивает, да, то есть, а чем это отличается? Дело в том, что когда, к примеру, паразиты, особенно вот грибы, да, патогенка, но грибы в первую очередь, это очень умная такая древняя цивилизация, живая, да, она чувствует, то есть у них уже настолько все вот продумано, просчитано, как только они чувствуют некую там горечь, да, вот человек начинает пробивать какие-то вещи, и грибы, они могут там, вплоть до того, чтобы в кости уйти, да, вот, а глину они не распознают, потому что это, ну, здесь нету никакой горечи, во-первых, да, во-вторых, нету никаких ядов, то есть она не убивает, она именно еще на себя притягивает, и когда она в кости не контактирует, они уже не могут никуда убежать, да, то есть по сути, вот, именно благодаря этому вы после того, как вы пропеваете курс очищения глины, уже на третью неделю вы реально видите изменение, изменение психоэмоциональное изменение, допустим, отношение к булочным, да, каким-нибудь сладким вкусняшкам, да, то есть если там до пропевания глины еще хотелось что-то, да, то вот после, уже вот через три недели, к примеру, практически у всех, вот идет такое некое непонимание, зачем мне эти булки, да, зачем мне эти вот так называемые вкусняшки, на самом деле, конечно, еще плохого нет, но именно когда мы проходим очищение, да, как раз именно вот булки всякие, да, сахар, вот, они очень сильно закисляют организм, и, соответственно, это благоприятность, опять же, для паразитов, а глина наоборот, она ощелачивает организм, да, и забирает вот этих паразитов на себя, и получается отключать лишних потребителей кремния, да, которые она еще и дала, да, то есть, представляете, двойной эффект, мало того, что дала кремнию, еще и забрала потребителей кремния. Таким образом, происходит такой двойной эффект. Организм очищен, и уже нет вот этих перерасходов, вот этих микроэлементов, да, соответственно, для вас это тоже экономия. То есть, первая очередь, экономия на финансы, да, то есть, не нужно докупать какие-то дополнительные элементы, вот эти, да, а в том момент экономия на здоровье. То есть, вам нужно будет еще дополнить, потом еще чем-то лечиться, да, то есть, для нее, благодаря вот этим своим способам очистительным, она, в общем-то, это все очень быстро и легко делает. Вот, ну, в общем-то, вот, если прям очень коротко в двух словах, вот так вот получается, то я думаю, что, может быть, есть какие-то еще специфические вопросы, да, по применению, я бы рад ответить тоже. Да, значит, друзья, вы можете писать вопросы прямо в чате, Игорь о них ответит. А пока, наверное, самые такие распространенные вопросы, которые я слышу уже десятки и сотни раз, они одни и те же задают, и я их просто озвучу. Самый такой, наиболее частый вопрос, это какие есть противопоказания к приему Грины? Да, смотрите, официальных противопоказаний у Грины вообще нету. Единственное, индивидуальная непереносимость. Но, если честно, я лично еще не встречал за все это время человека, у которого была именно бы непереносимость. Теперь, есть нюансы, да, нюансы применения Грины при определенных острых заболеваниях ЖКТ, каменных болезней, да, потому что важно понимать, Грина, она как насос. Вы начинаете пить, и она начинает на себя, скажем так, тянуть, да, из организма всю муть, все всякие гнии, вот это все, да, то есть застойную воду. И если там есть камушки, то она их тоже начинает шевелить, да, и от этого может быть боль. И, соответственно, ну, опять же, никаких вот таких конкретных рисков при этом нет, да, то есть важно просто понимать, если вы, к примеру, начинаете пропивать Грины, допустим, с пол чайной ложечки, и вы видите, что у вас уже сразу, к примеру, чувствуется, что камушки где-то колют, режут, да, то просто можно остановиться, да, осознать, что у вас есть вот эти камушки, если вы до этого не знали, и перейти просто на глиняную водичку. То есть берем полтора литровую бутылку, засыпаем туда две столовых ложки гнины, размешиваем, да, и вот такой вот очень слабенький растворчик просто в течение дня пьем, пьем в течение месяца, да. У некоторых людей, они просто, ну, как бы так, вот делились, к сожалению, нету именно видеоотзывов, да, то есть не все, но хотят показывать, так сказать, вот все, как есть, вот, но реальные люди рассказывали, что у них эти камни рассасывались, то есть, допустим, у человека, к примеру, там, на порции, допустим, столовая ложка, да, то есть уже начиналось сильное пьемо, он потом перешел, пропил, и через там несколько месяцев попробовал еще раз курс пропить, да, и уже ничего там ни тянуло, ни резало, то есть это говорит о том, что у него, скорее всего, эти камни просто рассосались. А почему так произошло? Вот это очень важно понимать, да, вот, я так понимаю, про камни, наверное, интересно, да, вот узнать? Конечно, конечно, интересно. Конечно, тут очень важно понимать, что глина, она не заменяет вообще все, да, то есть, потому что дело в том, что есть двух типов камней, да, то есть есть камни, которые, допустим, на дизине не поможут растворить, потому что там связано с жиром, да, там жирорастворимые ткани должны быть, да, то есть там совершенно другой принцип идет. А вот если мы говорим про кальций, где именно камни из-за кальция, да, из-за того, что кальций перестанут усваиваться, вот, очень, ну, так, частенько бывает такое, что я очень часто, на самом деле, сталкивался с тем, да, что вот человек говорит, а мне прописал доктор кальций, да, вот я сдала анализы, у меня не хватает кальция, вот. Но на самом деле чаще всего, вот просто почему чаще всего, потому что если вы посмотрите вот ваш рацион, кальция на самом деле очень много в еде, да, и там и здесь его достаточно много, в принципе, вот. И редко мы знаем, что действительно у человека все хорошо, только с кальцием проблемы. Это вот прям редкий случай. Если у него проблемы с кальцием, то скорее всего у него проблемы на самом деле с кремнием, а когда в организме кремния падает ниже определенного уровня, то на его место становится в организме его онкогонист кальций. И, соответственно, происходит закальцирование организма, то есть кальций не может сам себя усвоить в организме, ему нужен кремния. И получается, что кальций вместо того, чтобы, скажем так, уходить в кости, он начинает откладываться на сосудах, на стенках сосудов, то есть трескается тоже, и появляются вот эти же камни, да, то есть потому что нечем растворять. Когда человек начинает пить кремниевую водичку, ощелачивать свой организм, а, соответственно, правильная вода, допустим, да, с хорошим плашем, опять же, глина тоже может это помочь, да, вот когда мы делаем такую глинуную водичку, это плаш, ну, с высоким плашем вода, да, то есть она, соответственно, помогает растворить вот просто эти камни в прямом смысле, да, почему? Потому что когда мы восстанавливаем кремний в организме, он опять возвращается на свое место и вытесняет оттуда кальций, и при этом он начинает его усваивать. И постепенно, то есть это не одного-двух дней вопрос, да, то есть, ну, сколько-то месяцев может уйти на эту процедуру, но это факт. А вот потом, при каких еще, бывают острые какие-то всякие язвы, допустим, да, у человека там, или запоры, очень серьезные именно запоры, где вот, ну, прям вообще серьезно, да, тут тоже важно начинать с длинной водички, и после того, как вот организм потихонечку, потому что уже даже, когда вы пьете длинную водичку, у вас уже организм начинает чиститься, ну, просто медленно, да, постепенно. Вот, и потом опять делаем пельдюль в месяц, и опять начинаем пить. Ну, в любом случае, практически при всех болезнях, да, люди вот тоже нам писали, да, то есть, все хорошо, проходило, все нормально. Игорь, вот такое интересное наблюдение есть. Когда люди начинают принимать глину, возникает две крайности. У одних прием глины вызывает очень активный частый стул, и они очень радуются этому, потому что вот частый стул, это для многих, это сигнал очищения, и это, собственно, то, к чему мы стремимся. А вот у других, наоборот, глина вызывает запор. Да. И бывает, что люди жалуются на совершенно разные проблемы при начале приема глины. Как это можно объяснить? Это можно объяснить тем, что вот те люди, у которых при применении глины стул, в смысле, запоры становятся еще сильнее, да? Вот. Или, допустим, бывает даже, что не было вроде бы запора, да? Да. И потом начинают пить глины, у них запор. Это говорит о сильном обезвоживании организма. И не можно пропивать глиненую водичку хотя бы несколько месяцев. Потому что у них уже межклеточная жидкость, скорее всего, там вообще очень сильно заболочено, да, по сути. То есть можно ее очищать. А чтобы ее очищать, нужно, чтобы был хороший паш, вот, и, соответственно, чтобы было очищение, да, то есть там получается, мало того, что зашлакованное, так еще и не хватает внутренней жидкости в организме. То есть это именно хроническое, получается, уже вот обезвоживание. Возможно, что они вернут в организм. Вот интересно. Несмотря на то, что я с тобой уже там какой-то там очередной по счету провожу эфир на тему глины, я вот сегодня слышу для себя некоторые новые вещи. Этого раньше я, ну, не слышала некоторых вещей. Это очень интересно. И это еще раз нас убеждает в том, что нам нужны регулярные вот такие встречи. Потому что накапливается как-то новая информация, да, мы узнаем какую-то новую статистику, какие-то новые факты. Да, это очень здорово. Так, ну и учащение стула, это, в общем-то, ты считаешь, нормально? Это тоже такое, как бы, логичное продолжение, да? Приема. Переживать не стоит по этому поводу. Нет, конечно. Но опять же, нужно просто смотреть, насколько, да. То есть, допустим, если раньше, например, человек пришел, у него раньше был стул там один раз в два-три дня, да, что совсем не является нормальным. Вдруг он устал. Два раза в день ходить. Ну, отлично. Значит, пошел активный вывод всего из организма. То есть, это очень хорошо. Вопрос такой еще вот звучит. У глины есть срок годности? Вообще так, по-настоящему. Не по документам, а по-настоящему. Да, смотрите, у глины, в принципе, если ее правильно хранить, то у нее никаких сроков годности, естественно, нет. Дело в том, что когда мы производим, да, мы производим ее в упаковке, да, то есть, есть определенное хранение, транспортировка. И вот именно, в принципе, да, на это в большей степени, да, дается именно срок годности. Ага. Значит, можно... Где хранить? Можно в стекле, да, хранить лучше? Ну, лучше всего... Смотрите, лучше всего хранить в темном месте, именно хранить в темном месте, закрытом, в непрозрачной какой-нибудь упаковке или, допустим, даже в прозрачной, ну, чтобы туда не попадал свет, да, то есть, чтобы она не окружена, если действительно прямо долго надо хранить. Потому что вот тут очень важный момент, потому что меня иногда спрашивают, вот, а как вы говорите, хранить надо в темном месте, в сухом, да, а написано, что надо на солнце активировать, это как? И по конкурсу так не похожи. Вот, я объясняю, что, когда вы уже взяли некую порцию, скажем, вот, допустим, на порцию сочтения нужен килограмм, да, глинать. Когда вы взяли вот этот килограмм, вы его в ближайшие месяцы не пьете. И вот этот весь килограмм вы можете сразу пересыпать в стеклянную банку, поставить на солнце, активировать ее и спокойно пить. И еще, ну, даже полгода, и больше, в принципе, ей ничего не пьют на самом деле. Если, главное, она закрыта, то сюда не попадает никакая влага, да, то и все. Вот в чате пишут, что активирую небольшую порцию. Ну, в принципе, это тоже правильно. Да, как бы, как каждому, как удобно, то есть можно. Так, некоторые просто брали по акции у тебя там 6 килограмм, и, понятное дело, что 6 килограмм – это много. Ну, не все, наверное, принимают ванны с глиной, или делают глиняные маски. Ну, кстати, вот, может быть, об этом тоже мы затронем разговор, да? Да, давайте на самом деле поговорим. Да, про внешнее применение. Да, я лично считаю, что вот когда мы проходим курс очищения, да, скажем, игнорировать нашу кожу как один из самых больших органов нашего тела, и когда у них самых, ну, и тоже мощных, удивительных систем, да, я не знаю, наверное, все-таки не стоит ее игнорировать. Нельзя игнорировать, нет. Я понимаю, конечно, что каждый день, допустим, принимать глиняные ванны, делать там обмазывания, глины, как грязевые, вот такие обмазывания. Это не всем подходит, не у всех есть возможность, но я считаю, что хотя бы два раза в неделю в принципе можно себе позволить вот такую штуку, особенно если вы возьмете, вот, допустим, возьмете, вот, скажем, вот такую там 100-граммовую упаковочку, где вы вот купили 6 килограмм, ну, 100 грамм глины на сверху ванну, и 100 грамм, 200 грамм соли, да, для ванн. Можно без соли, в принципе, но глина с солью вообще очень классная, через акварель, запчет. Как глина, так и соль работают с энергетикой очень хорошо, да, и, соответственно, во-первых, это очень полезно, да, вот в конце дня, знаете, то есть, вот, особенно вот кто работает в офисах, ездит вообще в транспорте, ну, куча всего на себя, на самом деле, набирают, даже, ну, люди же не видят все, да, там, что на том, каком плане происходит, но энергетика есть энергетика, да, то есть, и, соответственно, когда вы глину ванну принимаете, вот этот весь энергетический хлам глина с вас забирает, то есть вам просто эмоционально даже будет легче, это раз. Во-вторых, посидев в ванне 15-30 минут с глиной, да, вот, в любом случае, да, через кожу происходят тоже определенные процессы и идет очищение, вот. Поэтому я рекомендую хотя бы, вот, говорю, хотя бы два раза в неделю делать такие чистки, плюс девушкам, многие делают себе маски, уже сегодня делают маски, вот, вы можете расширить этот ассортимент для себя и использовать глину. Вы можете почитать, на самом деле, много таких рецептов глины там со спирулиной, глины с разными маслами, да, то есть вот, тем более, вот, ну, баек, про масла вообще много всего интересного может рассказать, вот, поэтому, я думаю, нам много там всяких еще дополнительных рецептов расскажем, вот. И это очень важно, на самом деле, вот, потому что, как вы понимаете, это как коммунитивный эффект. Одно дело, внутри, а ведь когда, вот то же самое, да, когда мы там, например, на условном голодании, да, то есть, ведь организм альжи запускается функция к саморегуляции, к самоочищению, да, глина, она просто устаряет вот этот процесс выведения таксинов, а организм уже через кожу, через пора начинает выводить, и когда вы делаете эти ванны, то ускорение будет еще лучше, вот, и кожа будет более эластичная, более красивая. А меня вот лично интересует вопрос, источник добычи глины, он остается уже на протяжении долгого времени одним и тем же, нам не грозит, что она закончится когда-нибудь, то есть, насколько велики ее запасы, в принципе. Смотрите, но на самом деле, месторождение еще Советского Союза, само глина, да, и они используются, сама эта глина, она используется не только в косметических или там, в лечебных свойствах, она используется в разных, это раз, во-вторых, смотрите, на самом деле, месторождений много, было даже на территории России огромное количество этих месторождений, и в ближайшее время оно точно не закончится, потому что до количества, которое, скажем, используется вот в наших целях, оно мизерное по сравнению вообще всей глининой промышленности, в принципе. Какие еще вопросы есть у наших слушателей? Напишите в чате, если вы уже есть опыт приема глины, поделитесь, насколько успешно вы ее применяли. Если нет опыта, задайте вопросы, которые, да, на сегодняшний день есть. Почему я считаю эту тему очень важной? Потому что все рвутся к условному голоданию, но далеко не все уделяют должное внимание подготовке к этому условному голоданию. В результате чего, налетая там снахрапа на очищение по огням, у большинства случаются интоксикации. И это происходит до сих пор. Хотя я уже очень давно говорю о важности подготовки, о профилактике интоксикации. О том, что надо себя готовить к этому не меньше месяца, что, в принципе, мы и делаем сейчас. В том числе, как выглядит обвинение вообще, да, то есть вот как приготовить себе именно напиток, потому что у многих тоже такой вопрос, как приготовить, да, вот если человек никогда не был, то есть люди дают замечания, то есть очень просто, в принципе, да, то есть понятно, что когда мы что-то в жизни делаем первый раз, бывает иногда с вами полный, неправильно, таких со мной не было, да, то есть вот мы взяли пачку, распаковали, вот берем, очень важно, используем сколько не металлическую посуду, то есть пластик, дерево, лучше всего, конечно, дерево, если есть возможность, но в принципе пластик тоже нормальный. Берем глину, как мы говорили, то есть заранее пересыпаем ее в стеклянную посуду, допустим, в банку, закручиваем крышку и ставим на подоконник, да, и за несколько дней происходит активация, после этого мы берем глину, необходимую дозу, допустим, если, например, мы начинаем с пол чайной ложечки, да, отмерили необходимую дозу, положили вот в стаканчик, в котором ничего нет, да, вот, и сверху просто заливаем. Теперь, я очень рекомендую теплую воду, то есть от 25 градусов до 40. Почему так? Дело в том, что вот вы знаете же, да, вот когда, допустим, даже взять стиральную машину, да, если в холодной воде стирать, допустим, да, стирать сложнее. Почему? В горячей легче стирать, чем в холодной. Потому что поверхностное натяжение воды разное. У горячей воды, да, то есть поверхностное натяжение такое, что она проникает максимально глубоко в нас. Ну, в смысле в ткани или еще во что-то, да. То же самое здесь. Если мы, к примеру, возьмем воду там 20 градусов, у нее вдохновение будет намного меньше, чем у воды 30 градусов, да. Соответственно, если мы возьмемся и сделаем длинный напиток 30 градусов, то он будет заходить немного лучше у нас. Именно в плане тканей, да, то будет проникать глубже. И, соответственно, будет чистка более лучшая. Потом, как пить? То есть, так как у нас цель не просто там очистить кишечник, да, а именно почистить максимально весь организм, я рекомендую пить маленькими глоточками, не спеша. Вот взяли так. чуть-чуть. И отмолвить, да, еще. Чтобы очистка началась, так сказать, из сорта, из ротовой полости, да, потому что это, как говорится, начало нашего ЖКТ. во-вторых, вот некоторые спрашивают, кстати, часто даже спрашивают, а стоит ли поставить, чтобы ждать, пока глина там типа осядет. Не надо ничего ждать. У нас глина высокой степени очистки, без всяких песков, там, и тому подобное, да. Просто растоптали и просто ем. Если надо, даже вот так вот сделали, то есть перемешали и просто спокойно делали. Тем более, глина приятная же нахуйба. глина не нравится? Ну, знаете, как, я лично отношусь к ней нейтрально. Мне она не то, чтобы нравится, не то, чтобы не нравится. Но я просто очень люблю воду подкислять, поэтому я добавляю лимонный сок туда и могу добавить капельку эфирного масла лимона. Мне вот так больше нравится. Отлично, да, лимон и щучки. Я знаю людей, которые прям балдеют от вкуса глины. То есть у них нехватка, может быть, глина какая-то очень идет по тому же кремнию, или они прям тащатся от вкуса глины. Да, 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 да. Вот очень ты правильно заметила, что у глины на самом деле у нее нейтральный вкус. У него вкус как в дуне. Да, но некоторые люди действительно прямо они, прямо вот как будто это молоко для них. Да, А лимон тоже очень хорошо добавлять лимонную глину, потому что лимон усиливает ощелачивающее свойство и плюс добавляет небольшой такой приятный вкус. Таким образом, спрашивают, нет ли возможности за границу переслать, я думаю, что сейчас, наверное, вряд ли. Тогда-то мы не могли переслать, сейчас тем более. в некоторые страны мы в некоторые страны тогда отправляли, но сейчас нужно просто будет уточнить, можно, допустим, написать, пусть, может быть, через тебя напишут обращение к нам, какая страна. У нас Германия, у меня в Германии много клиентов. Германия, я понял. Отлично, во благо. Смотрите, давайте сделаем так, я попрошу, чтобы на будущей неделе мы через почту России уточним, насколько реально сейчас это управлять. Куда? И я отпишусь тебе, хорошо? И пусть там как-то, ну, не знаю, как лучше. Я, наверное, еще две могу сказать. Узнать насчет Германии и Израиля можно было бы узнать. И тогда мы решили, чтобы мы понимали, да, может быть, может какая-то появилась там лазейка или не знаю как, что. Я выясню, да, потому что вот каждый день что-то меняется, да, то есть на самом деле мы поговорили сначала все, ничего нельзя, ничего никуда не едет, а потом выясняется, что что-то куда-то оказывается почему-то едет и где-то что-то пропускает, и поэтому... Да, в принципе, у меня же был интернет-магазин и до санкций мы вообще свободно все везде высылали, во Францию, в Америку, шло все, и мед, и глина, и все шло. на санкции запрещены. А вот потом вдруг раз и все оборвалось. Но вот сейчас я смотрю, у меня менеджер отдела доставки, он говорит, что да, можно послать там в такую-то страну, в такую-то, просто дорого доставка встает, вот в чем дело, дорого доставка. Это тогда нужно очень много, наверное, заказывать, чтобы как-то оправдать доставку эту. Ну да, ну на самом деле там, опять же, если дорого, там тоже есть свои нюансы, у них хитрые, в почте, да, то есть там больше 6 килограмм тоже, то есть мы в принципе всегда отправляли, вот в Германию у нас тоже заказывали, в Финляндии, мы 6 килограмм обычно отправляли сюда. Даже меньше 6 тоже не выгодно, там как бы доставка очень дорогая. Да-да-да, да. Ну ладно, тогда ты мне все нюансы распиши, как и что по Германии и по Израилю, чтобы я тогда сообщил. Германии, хорошо. Так, ну что, какие еще вопросы мы не осветили? Вот какие-то, может быть, что-то я забыла, что-то из прошлого. Игорь, может, по твоему опыту какие-то нюансы есть еще с этой глиной? Да, нюансы по питанию, в принципе, да, то есть важно сохранять перерыв между приемом глины и пищи. Вот чем больше будет перерыв, тем лучше, да, то есть, грубо говоря, если там вы выпили глину, нормально, это 30 минут, но это самое минимум, желательно час, да, вот, и вечером, после последнего приема пищи, да, то есть, не раньше, чем через час пропивайте глину, а чтобы был максимально хороший эффект. Детям можно, вот, да, детям можно, у нас дети прямо вообще с младенчества ее любят есть, пить, вот, они очень рады, более того, по исследованиям профессора Воронкова в СССР, да, который проводил очень мощные исследования на разных группах людей, да, допустим, у беременных, уторвящих, идет по экспоненте рост потребностей в Кремнии, и у младенцев, у детей маленьких, да, тоже, то есть, потребность в Кремнии настолько большая, что тот рацион питания, который у нас сегодня есть, ну, он очень первен, сходен на Кремнии, поэтому Кремнии очень важно потреблять. А, такой нюанс, бывают тоже, опять же, отклонения, такие, да, кто-то говорит, я не могу остановиться, вот хочу есть глину без перерыва, там, да, то есть, на самом деле, тут есть тоже, во всем должен быть здравый смысл, да, если вы пропиваете курс глины 35 дней, это, в принципе, уже много, да, то есть, глину вообще рекомендуется употреблять 21 день, потом делать, но так как у нас первая неделя там очень маленькая глина, да, то есть, это допустимо для курса очищения 31 день, потом, в любом случае, 10 дней вообще не нужно принимать глину, и потом, если вы потом, к примеру, уже не курсом пропиваете глину, а просто вот ее употребляете, да, то следуйте такому правилу, 20 дней пьем глину, 10 дней не пьем, да, вот, потому что, чтобы наш организм, в первую очередь, там, кишечник, да, то есть, сам работал спокойно, то есть, не привыкал, не расслаблялся, да, то есть, вот, то есть, это очень важный нюанс, мы всегда об этом говорим и рекомендуем, вот, в любом случае, конечно, при любых, каких-то острых заболеваниях, при беременности, при лактации, мы всегда все равно рекомендуем все это со своим вечным врачом, со специалистом, вот, чтобы у вас, как бы, была какая-то тоже внутренняя уверенность, что вы все делаете правильно, особенно, вот, опять же, те люди, у которых есть сомнения, я всегда говорю, если вы сомневаетесь, если вы употребляете, да, то есть, лучше, как бы, развеять эти мюрики сначала, да, а потом употреблять, вот, так, что вот, Игорь сказал, не бая, сказал, все, пить, а внутри какой-то страх, и не здесь, это может не пойти на благо, благо, да, то есть, вот, и, поэтому, лучше всего, вот, прямо пишите вопросы, да, то есть, тут Александра спрашивает, по поводу ветерного, когда при камне обжарочном, я, в общем-то, уже про камни не проговорили, сегодня про язву желудка, да, то есть, начинается с глиняной водички, берете на полтора антровую бутылку, две столовых ложки глины, размышиваете, и пьете, вот, в течение дня, просто целый путь, берете на такую глиняную водичку, да, то еще, и так в течение месяца, потом, пробуйте уже, там, через месяц, делайте, там, опять же, передать 10 дней, и пробивайте, вот, такой пульс, то есть, вот, так вот, попробуйте, попробуйте, так, сейчас, есть какая-то акция, или, сейчас есть, да, сейчас есть очень крутая акция, при покупке 6 килограммов, доставка в подарок по центральной части России, если там Дальний Восток, или там какой-то крайний север, там просто идет скидка, сейчас точно скажу, сейчас, в общем, те, кто есть в центральной части России, да, ну, не только центральной, кроме, в общем, Дальнего Востока, Якутии, там, крайнего севера, то есть, при покупке 6 килограмм, доставка в подарок идет, то есть, это очень выгодная, мы ждем, мы обычно, такую вещь никогда не делаем, но этим летом мы решили запустить такую акцию, то есть, людям нравится, вот, и, ну, при этом, 6 килограмм уже тоже идет со скидкой, да, то есть, это не, то есть, если взять просто килограмм, он стоит 600 рублей, да, вот, а здесь, получается, идет большая, скидка при покупке 600 килограмм, соответственно, да, вот, выложишь, да, потом ссылочку, видим, что, я скину, выложишь, и сами скажут, пройти и сразу заказать. До которого числа будет эта акция длиться? Так, она идет до конца августа, до конца августа, она будет, да? Угу. Ага, значит, надо, есть смысл сейчас тогда 6 килограмм закупить? Конечно, это очень выгодно, потому что, и скидка на бейну, плюс на доставке экономии. Да, конечно, выгодно. Ага, и вот спрашивают, с какого месторождения, напомни, пожалуйста, стоят. Смотрите, как мы уже говорили, да, то есть у нас, где он закрывается на Урале, конкретно месторождение мы не раскрываем, да, потому что вот у нас уже был печальный опыт, когда мы только начинали, мы работали с другим месторождением, да, и мы очень много всего на него хорошего рассказали, потом появилось огромное количество подделок с этой надписью, да, вот, и в результате, скажем бы, на сегодняшний день это месторождение в принципе больше никто не предлагает на рынке, да, вот, поэтому мы решили оставить как коммерческую тайну, да, вот есть глина, есть сертификат, в принципе, я не думаю, что это очень важно, да, как называется месторождение, вот, потому что главное, вот, вы попробуете продукт, в принципе, Байя уже на сегодняшний день испытал не раз, да, наш продукт, в общем-то, оно значит. Конечно, но это у меня уже как бы известный, проверенный товарищ, и у меня нет никаких сомнений, и мне даже не обязательно сдать месторождение, потому что это один и тот же продукт, который я покупаю, и употребляю, и все нормально. Так, ну, наверное, давай несколько слов скажи еще о, ну, дополнительных продуктах в твоем магазине, у тебя, я смотрю, появились интересные новые продукты, ну, так, обзор, прям краткий обзор, можешь сделать, но интересно же. Да, конечно, первое, для тех, кто у тебя особенно проходит повторно, да, мы рекомендуем повторно пропивать голубую глину, да, почему? А, голубую. Да, почему? Потому что голубая кембрийская глина, да, она отличается от белой и коалиновой глины, тем, что в ней аж 29 микроэлементов, то есть, если взять белую глину, там, порядка 10 микроэлементов, а в голубой 29, то есть, в три раза больше микроэлементов, причем по составу, там, есть такие микроэлементы, как цилк, допустим, тот же самый, да, то есть, если его содержание посмотреть, да, то есть, допустим, на хернбинг или еще где-нибудь, да, то есть, одна баночка, скажем, цинка стоит от 600 до 1200 рублей, а здесь вы баночку можете купить, такую за 250 рублей условно, да, вот, то есть, ну, несопоставимо по пользе, да, и по ценности, это раз. Второй момент, почему мы рекомендуем повторно именно пропивать голубую глину? Дело в том, что голубая глина, она как сорбент работает в два раза сильнее, чем белая, да, когда вы первый раз пропили белую глину, у вас там, так сказать, не проявились никакие камушки, это говорит о том, что голубую вам точно можно уже пить, а она, так как она мощнее, она будет еще сильнее вытягивать вот эти все более глубинные загрязнения, это раз. Вторая ценность, она уходит из организма тяжелые металлы, которые сами по себе оттуда не уходят, да, а количество сегодня продуктов, мест, где люди получают в организм тяжелых металлов, становится все больше и больше, да, вот, потому что, это практика именно медиков, да, одна из основных причин снижения иммунитета, это именно тяжелые металлы, чем больше тяжелых металлов, тем сильнее убивается иммунка, да, поэтому очень важно, это тяжелые металлы выводить, вот голубая кингвистская длина, она хоть и дороже, значительно дороже, да, то есть, если, к примеру, пачка длины, вот если просто ее брать, у нас стоит 600 на две белые длины, да, то один килограмм голубой длины стоит 2 300, по-моему, или 2 200 со скидкой, да, то есть, по акции, вот, так она стоила, около 2 500, сейчас 2 200, вот акция есть, на 10 баночек, 100 грамм, голубой длины, также у нас в ассортименте есть спирулина, хлорела, в порошке и в таблетках, как мы с вами понимаем, да, то есть, после того, как мы очистили свой организм, вот, и выгнали оттуда патогенный микрофлор, да, теперь важно вкрылить туда хорошую микрофлору, в этом очень хорошо помогает спирулина, хлорела, и, естественно, кроме полезной микрофлоры, которая там начинает запах, водиться, да, еще спирулина хлорела, помогает восполнить в организме огромный просто комплекс аминокислот, витаминов, особенно витаминной группы В6, да, а витаминной группы В6 помогают, если, допустим, дальше вы будете выводить, к примеру, из организма, есть еще так называемые жиры, растворенные токсины, да, вот, которые просто так не выходят из организма, там тоже требуется серьезная специфическая работа, да, то есть как раз в этот комплекс витаминов В1, В6 и другие там витамины, плюс кальций и магний, которые в большом именно сочетании в спирулине присутствуют, да, вот, они как раз помогают, естественно, нужно будет тоже подобрать определенные масла, или, допустим, тот же лицетин, к примеру, добавить, да, и это очень хорошо помогает выводить вот эти жирорастворенные токсины, которые сами, опять же, тоже не выходят. Так что, дорогие друзья, вы можете, вот, да, я вам ссылочку скинет, сможете заказать тоже себе такую продукцию, потому что очень важно после вот этой всей чистки восполнить в организме вот эти витамины, аминокислоты, микроэлементы, да, это очень полезно. Ну что ж, спасибо, Игорь, информация, как всегда, в точку, в цель, очень нужная, актуальная для нас, для тех, кто занимается своим здоровьем. Обязательно воспользуемся твоим предложением по акции. Спасибо. Ты нас акциями часто балуешь, надо сказать. Спасибо. 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 Ну все, тогда до новых встреч. Благодарю за уделенное время и не прощаюсь, надеюсь, что можешь нас радовать какими-то новыми, интересными вещами, рассказами про глину и прочие продукты для здоровья. Спасибо большое. Спасибо всем, кто присутствовал. Да. Завершаю эфир. Всего доброго. Всего доброго. Счастливо. До встречи.